Друзья, всем привет! Жука Витальевна связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Не сильно обращайте внимание на голос, я просто приболел. Давайте действительно кратко сегодня разберемся, соответственно, что я в прошлом выпуске прогнозировал и какие мои соображения на дальнейшие движения. В прошлом выпуске я проводил на уровне 10 тысяч долларов, объяснял, почему я жду восходящих движений. Восходящие движения мы получили. В среднем консолидация была где-то в уровне 10.300-10.400 плюс-минус. Сейчас у нас произошел дамп по рынку. Довольно очевидное движение в том плане, что действительно, во-первых, нас с вами приучили, то, что после длительных консолидаций у нас идет дамп на таком рынке. Причем рынок довольно неприятный. То есть, ну вот я отключился с болезнью, наверное, на двое суток, когда посмотрел на рынок, увидел, что вообще ничего не изменилось. То есть, вообще нулевые объемы и нулевые проторговки. Это довольно, конечно, неприятно по данному рынку. То есть, ну то, что мы занимаемся этим рынком, и он настолько сильно манипулятивен. Вроде бы уже и дали уровень 10.000 долларов. Торгую не хочу. Но объемы показывают то, что действительно преимущественно сейчас мы наблюдаем по рынку автоматизированную торговлю. Это бы я не назвал суперхорошим знаком. Но наблюдаем, что наблюдаем. На данный момент у нас с вами произошел дамп. Дамп до уровня 10.150. Довольно ожидаемый тоже уровень. Я и у себя в группе писал. То есть, это уровень, который сейчас очень круто защищает. По многим биржам на этих уровнях стоят защитные ордера. Причем даже вот я смотрю в моменте стаканы. 120 биткоинов. 2 миллиона долларов. Конкретно уровень 10.150. Вот сейчас вот будут откупать его. Ну, собственно, вот сейчас в моменте откупили. Но хочу сказать, что по рынку довольно жесткий продавец. То есть, если покупатель виден по маркету, по стаканам, то продавец в абсолютном большинстве случаев продает по рынку автоматизированными ордерами. Конечно, в этом есть логика. Сделано это для того, чтобы мы не могли оценить объемы продавца. Но лично мое соображение тут вполне прозрачное и логичное. Если у нас с вами цели, как многие пишут, на 8.500, на 7.500 или ниже, нету никакого смысла сейчас набирать эти позиции. Это же не какие-то обыкновенные игроки набирают позиции. Позиции набираются на миллионы долларов. Поэтому совсем локально, оценивая стоп-ордера, оценивая объемы, оценивая стаканы, оценивая уровни покупки, я считаю, что ниже уровня 9.800 долларов нас сейчас никак не могут локально опустить. Очень большое количество защитных ордеров, очень хорошие откупы. Также хотел бы обратить внимание на то, что у нас с консолидацией переливаются объемы в некоторую топ-альту, что тоже довольно неплохой сигнал. Особенно если мы смотрим Zcash, актив, который я уже давненько говорил, что должен быть в портфеле. Сейчас Zcash показывает то, что вроде как технически он нащупал дно. По крайней мере, средняя цена закупа по Zcash у меня 46 долларов. Сейчас он стоит там плюс-минус 48 долларов. Но скажу вам честно, по Zcash я жду от 100. По крайней мере, более глобально это уровень, который абсолютно оправдан. На таком довольно длительном коллекционном движении по Zcash но в любом случае должны получить довольно хорошую коррекцию. Минимальная коррекция это там 60-80 долларов. Адекватное движение как раз таки в уровень плюс-минус 100 долларов. Также напомню вам по эфиру то, что на уровне 170 с копейками долларов я также призывал к его покупке. Сейчас эфире он стоит в районе 190. Пока что распределять его я большого смысла не вижу. Потому что более такая среднесрочная цель по нему это где-то плюс-минус 200, 200 там 2-203 доллара. Если смотреть по Zcash, а с другой стороны достижение этих уровней нам даст нового покупателя. Мы можем ждать там более высокие значения цены по нему. Теперь давайте довольно кратко резюме по ситуации с биткоином. Совсем локально я думаю, что либо уже с текущих уровней нас откупят к прежним ценовым значениям. Это за уровень 10-300 с тестом там 10-450 возможно вполне. Либо еще будет второй импульс на просадку. Но второй импульс на просадку локально я там ниже 10 тысяч долларов считаю очень маловероятным. Потенциал движения да, там плюс-минус 9-800. Но учитывая то, какая стоит там защита, я считаю, они ниже десятки. Мое соображение. Ну, чтобы там не кричали уберумные, я говорю реально. То есть локально его могут просадить 9-800. Но большого смысла в этом я не вижу. Считаю, что стопы уже с такой длительной консолидацией снесены. И стоит ожидать восходящих движений. Что касается более среднесрочных движений, я считаю, что это движение в уровень где-то 10-600, 10-800. Там мы будем уже смотреть, будет ли там распределение или там будет появляться новый покупатель. Потому что этот уровень у нас будет вплотную к глобальной трендовой. И там будет смотреться, то есть если будет пробиваться эта глобальная трендовая, то мы глобально будем получать довольно крутое восходящее движение. Что же касается ситуации глобальной, как я уже говорил, с 12-ти тысяч долларов. Мы пошли на добор ликвида и сейчас я рассматриваю глобально движение именно в таком русле. То есть сейчас у нас получается идет до набора ликвида, чтобы в глобальной перспективе пробивать 12-12-200 и идти выше. По крайней мере ситуацию по биткоину вижу в таком ключе. Надеюсь, вы не сильно меня в обидите, что я в таком состоянии веду выпуск. Честно, у меня хрипота, насморк, слышу что-то хреново вообще, как в какой-то дымке. Но своими соображениями я с вами обязан делиться и я думаю, вы это цените. Если выпуск был вам полезен, поддержите видео лайками, обязательно оставляйте свои комментарии. Если не подписан на канал, подписывайтесь и нажмите этот сраный колокольчик, потому что от него действительно сейчас очень многое зависит на этом ютубе. В общем, до следующего выпуска, друзья. Работаем.